Всем привет! Сегодня рассмотрим новый профессиональный фен гамма EQ. Кто не знает, слово EQ это означает встроенный искусственный интеллект. У фена артикул составляет PH6060. На сегодняшний день фен стоит 7999 гривен. И мы сегодня будем рассматривать, почему он стоит столько денег и зачем вы должны отдать столько денег за этот фен. И тизер небольшой. Вторая часть будет в сравнении с Dyson. Кстати, этот фен я бы назвал убийцей традиционных фенов. Каких традиционных? Это вот таких профессиональных. Почему? Я чуть позже вам расскажу. Давайте мы ее распакуем, посмотрим что входит в комплектации. И хочу одну короткую вещь сказать. Когда человек покупает новый последний гаджет и он с ним не справляется, он признает, что телефон умнее чем владелец. Но в этот случай фен умнее чем владелец. Вы все поймете почему. Очень много функций вложено. Погнали. Так, давайте мы ее распакуем. Коробка очень здоровая. Примерно 45 на 30. Даже 25. Ширина и длина. В комплекте входит у нас две насадки. Диффузор, фен. Соброводительная документация. Знаете, что мне нравится? Мелочи. Вот даже соброводительная документация, видите, для удобства есть язычок, чтобы его потянуть. Обязательно прочитайте. Здесь инструкция есть на русском языке. Там очень много интересного. Очень много интересного. Давайте мы оставим его так. Диффузор выглядит вот таким образом. Гамма профессионал. Есть насадки. Две насадки. Узкая и широкая. Кстати, для сравнения. Мы возьмем обычную традиционную насадку. Она намного шире, чем гамма. Намного шире. Я даже могу его внутри засунуть. Потом шнур. Давайте вот это так снимается. Шнур. Длиной до 3 метров. Чтобы вы знали. И фен выглядит вот так. Посмотрите на это безумие. Посмотрите на это безумие. Мы сегодня будем говорить, почему он стоит 7999 грн. Так, давайте поговорим про характеристики. У фена, вот даже на коробке вы можете видеть, 110 тысяч оборотов в минуту. Это на 30% выше, чем у обычных традиционных фенов. Чтобы вы знали, у фена 2000 ватт мощности. А у гамма-пью, у артикул 4001 200 ватт мощности. Чуть позже вы поймете, почему я взял его для теста. Ну, для сравнения. Откуда такие цифры? 110 тысяч оборотов. Потому что здесь не традиционный мотор, а здесь турбина стоит. Светиальная турбина. И плюс еще добавили эффект Вентури. Кто не знает, можете загуглить и посмотреть, что это означает. Что это означает. Вес. 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 200. 294 грамм. Наши чуани это достигли. Это пушинка, чтобы вы знали. Это вообще фен не чувствуется. Если я беру обычный фен, он очень тяжелый. А здесь он очень легкий. Чтобы вы знали, этот фен весит 480 грамм. А гамма весит 294. Потому что здесь стоит турбина. А здесь стоит мотор. Это первое. Вот почему он такой очень легкий. Потом диаметр отверстия составляет 46 миллиметров. Насадки, кстати, они входят вовнутрь. Вот, во внутренней части. Первое. Второе. И третье. Вот так они выглядят. Пам-пам-пам. Пам-пам-пам. Такой пришел и истребитель запустился. На максимальной скорости у меня отдача в руки, чтобы вы знали. Я это сравниваю с мелкокалибрным выстрелом. Вот такими пулями, которые стреляют. Вот такая отдача у фена. И там означает, что это максимальная мощность. Потому что часто мне спрашивают. Мира, по совету у меня самый мощный фен. Вот. Но почему я считаю его убийцей? Потому что если я его говорю, что у него отдача, я его сравниваю с мелкокалибрным выстрелом. То среди феном он крупнокалибренный. Вот какое у него сравнение идет. Чтобы вы знали. Какие есть еще функции для волос? Здесь встроена система. Называется окси-актив. Более простым словом. Это активный кислород. Который более щадящий эффект для волос. А также антибактериальные действия. У гамма-пью. У фену где-то уже, если не ошибаюсь, это 5 или 6 лет примерно. У него есть функция актив-оксиген. Озоновая лампа. Вот даже он светится. Вы можете видеть. Внутри лампа там светится. Озоновая. Точно такая же функция. Только взяли название и поменяли их места. Если здесь написано окси-актив, а здесь написано актив-оксиген. Молодцы, конечно. Они собрали с дайсона некоторые функции. С гамма-пью некоторые функции. И с бебели со оформлением. Так что они собрали идеальный фен, я так считаю. Какие еще плюсы есть у фена? У фена 3 температурных режима. И холодный 3 тоже температурных режима. Вот я его включу. Вот 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. А также есть кнопка моментальной подачи холодного воздуха. И самый еще плюс мне нравится то, что фен включается сзади. А также есть кнопка блокировки. То есть, когда вы поставили какой-то режим, чтобы нечаянно его не переключить. Вы его блокируете. И вы видите, я нажимаю все кнопки, они не функционируют. Потому что они заблокированы. Это очень хорошо. Что еще есть у этого фена, который мне нравится? Память. То есть, если вам нравится какая-то температура, он запоминает все произведущие температуры, которые вы работали. Вы поставили, например, здесь воздух. Вот я показываю, например. Мы поставили здесь на второй скорости температура. А здесь поставили выдачу температуры на первой скорости. Я его выключаю. И в следующий раз, когда я его буду включать, он запомнит этот температурный режим. Видите? Это один из плюсов. Что есть еще у этого фена? Есть автоматическая очистка. У какого фена традиционного есть автоматическая очистка? Если мы берем просто обычный фен, мы можем заднюю сеточку открутить, пыль вытрусить и все. Что в фен попадает? Это пыль, лак для волос и волосы. Вы же понимаете, что мы этим всем дышим. И клиент тоже мы вдуваем прямо этот весь грязь в лицо. После каждой окончания работы надо фен чистить. А здесь есть автоматическая очистка. Как это делается? Мы полностью выключаем фен. Ставим на ноль. Откручиваем против чистовой стрелки заднюю часть фильтра. Снимаем его, чтобы ничего не повредить. Насадки не должны быть, потому что воздух здесь всасывается. Мы включаем фен. И верхнюю, самую верхнюю кнопку надо придержать 5 секунд. После этого включается обратный ход мотора. И он не выдувает, а задувает воздух обратным ходом. То есть на 15 секунд он включается, выдувает весь грязь сзади. Мы потом после этого почистили снаружи. И все. Еще такой нюанс, прежде чем я это продемонстрирую. У фена есть микрофильтр. Когда он забивается, перестает работать фен. Блокируется. И два светодиода начинают мигать. Это означает, что надо сделать автоматическую очистку. Давайте мы это сделаем. Вот он 15 секунд поработал. Выдул весь воздух. И после этого, как выйти из этой автоматической очистки. Вы просто фен включаете. Ну, с розетки выключаете полностью. Включаете по-новому. Нажимаете кнопочку. И фен работает в обычном стандартном виде. То есть выдувает воздух в другую сторону. Как обычно должен выдувать. Аккуратно ставим. И закручиваем фильтр. Обязательно. На место его ставим. Так что ничего сложного нет. У фена есть прорезиненные части. Слева и справа. Для чего они нужны? Когда вы положили его на стол. Чтобы он был более-менее зафиксирован. Потому что поверхность гладкая идет. Чтобы он не скользил. Кстати, на счет эргономики я бы хотел сказать. Есть у меня подруга. Она пользуется феном Дайсоном. Я говорю, что тебе нравится в этом фене? Расскажи мне, пожалуйста. Она полгода уже пользуется. К примеру, я пользовался обычным традиционным феном. Мне было тяжело работать. Если фен весит 500-450 грамм. Они все тяжелые, говорит. А в Дайсоне ручка, рукоятка находится посередине. Точно так же и в Гамма. Они балансировку сделали 50 на 50. Фен весит 294 грамм. Ручку расположили посередине. И это очень удобно. Это очень удобно. Потому что он находится посередине. Я фена, честно говоря, вообще не чувствую в руках. Так что давайте сделаем... Кстати, хочу одну интересную, смешную историю рассказать. Фены продаются очень хорошо. И в один прекрасный момент человек заказал из Киева фен. Доставка в салон. Мироп, можно мне фен, пожалуйста, IQ. Говорю, пожалуйста, да, можно заказать. Человека привезли фен. Она посмотрела и мне звонит продавец. Говорит, Мироп, фен в отказе. Я говорю, почему? Что случилось? Дайте мне человеку трубку. Я общаюсь с человеком и она мне говорит. Мироп, а вы знаете, что у фена греются насадки? Что? Я просто в шоке был. У фена греются насадки. Я говорю, передайте трубку человеку, продавцу. Я говорю, забери, пожалуйста, фен и скажи, что фен не продается. Вы представляете, сколько проблем мне было бы с этим человеком? Я удивился. Просто у всех фенов греются насадки. У всех. Я не знаю такого фена, который не греется насадки. Давайте подведем итоги. Почему этот фен стоит 7999 гривен? Первое. Это мощный, эргономичный. В руке он лежит хорошо. Расположение, балансировка 50 на 50. Присутствует технология, которая мне очень сильно нравится. Шнур составляет 3 метра. И это у вас помощник. Почему это я называю помощником? Потому что здесь есть автоматическая очистка, память, фиксация, блокировка кнопок. И окси-актив, который более щадящий эффект для волос. Вот почему фен стоит 7999 гривен и вы должны его купить. Если вы хотите приобрести этот фен, ссылка будет под видео. Переходите. Там будет, а также описание. Так что жду от вас лайк, подписка, поддержка. Потому что я всегда пытаюсь полностью рожевать информацию и вам, в основном, передать. Вроде все сказал. Если какие-то вопросы будут, как я вам говорил, пишите. Я отвечу с удовольствием. Всем пока. Что, голову высушить? Мне кажется, мои волосы быстро высушить.